Клево всем, друзья! Я наконец-то вырвался на рыбалочку. Долго не было, не получалось, ну ничего. Сейчас я здесь. Приехал на одно очень секретное место. Очень секретное. Есть платва крупная и мелкая, карась, подлещик, сазанчик. Несмотря на то, что уже конец октября, они поклевывают. Но место очень секретное. Пока я искал место, где сесть, насчитал больше 60 машин. И вдаль еще бесконечно стоят. Видно, что немоверно. Здесь можно ловить на удочку, можно на фидор. Но сильно упала вода. Русло канала разное. Я сейчас для начала сяду с удочкой. Если получится, буду ловить на поплавок. Если рыба подойдет. Потому что глубина в месте ловли я уже отбил удочкой 60 сантиметров. И ловлю как раз на полке перед свалкой. Перед небольшим свальчиком к руслу. Буквально не хватает. Была бы восьмерка, семерка удочка, не шестерка. Как раз бы мне хватило. Так что буду пробовать. Сейчас буду замешивать прикормку. Погнали, друзья. Друзья, взял две пачки прикормки. Обе черного цвета. Обе черные. Одна серия плотва. Одна серия лещ. Плотва более мелкая. Прикормка. Серия лещ более топливная. Все просто. Сначала просто я заливаю воду. Потом буду добавлять ароматики. Немного. Народ как на соревнованиях сидит через 30 метров. Там вот дальше через 10-15 сидят друг от друга. Поэтому очень много. Глубина маленькая. Сегодня первый день без ветра. Вчера еще был очень сильный ветер. Сегодня полный стиль. И все жалуются, что клев похуже. Ну, поклевывает. Единственное, плохо, что удочкой не достаю куда надо. Поэтому пытаюсь сыграть на прикормке и подтянуть рыбу. Все-таки глубина даже вру сейчас. Кроме метра, чуть больше. Поэтому 60 сантиметров. Это нормально. Канал обмелел. Сейчас я сижу в том месте, обычно, где поплывки. Вот сразу за камерой начинается камыш. И сразу на камыше обычно на обрыве сидим. Собрался, наверное, весь край здесь. Я начитал больше 60 машин. А сколько их еще туда, неизвестно. Тепло. У нас несколько дней тепло. Вчера 26 градусов было. Сегодня уже попрохладнее. Попытаюсь сыграть на прикормке. Если получится. Привлечь к себе. Подтянуть и держать рыбу. Я не буду сегодня стараться выцеливать на какую-то. Сегодня я буду собирать, что поймаю. Первый этап готов. Сейчас постоит чуть-чуть. Я чайка пока попью. 10 минуточек. И буду смотреть, уже можно будет добавлять арому или нет. Друзья, чтобы не скучать, пока ждал настаивания прикормки. Слепил один шарик и закинул. Начал ловить. Ну, за 10 минут не скрыбок поймал. Так. Прикормка готовая. Теперь хочу добавить арому. Арому буду добавлять чисто для запаха. Конкуренция огромная. Так она нафиг не нужна. Поэтому буду добавить очень чуть-чуть, чтобы не испортить работу самой прикормки. Так как прикормка это на меласе. Добавлю чуть-чуть сливы. Буквально капельку. Просто мне нужен легкий шлейф, чтобы был. И чуть-чуть корицы. Всего буквально по капельку, там, по 30 грамм, чтобы была дополнительная ароматика в конкурентной среде. Исключительно для этого. То есть, сама прикормка имеет свой запах. И немножко добавил корицы и сливы. Буквально по чуть-чуть. Много не надо. И вода холодает. Так, водичку. Закорм шарами. И постоянное поддержание. Через часик рыбалки. Подкидывание шариков. Постоянное. И у меня нашелся очень старый. Очень старый мужик год. Мороженое. Крупный мотыль. Кусок отпилил. Он еще что-то там есть от него. И это уже будет, как дополнительная удерживающая часть. Вдруг подойдет там карасик, сазанчик. Ну и удержание рыбы, кроме прикормки, мяса. Уже очень нужно. Очень нужно. Можно червя резаного. Но в идеале бы, конечно, мотыль. Это в идеале. И что там, мне кажется, сейчас буду творить тут черное. Чуть-чуть его разобью. Будет немного. Но он будет. Еще сделал червя, хотел червя порезать. Думал, если в мотыле вообще будет никакой, то червя. Какой-то год пролежал в морозилке. В газете. И плюс плотно в двух пакетах. Вот он. Нормальный. Точно, крючок вы уже при желании одеть некоторых. Все. Готовая. Вот такая красавица. Вот смотрите, я набираю. Вот. И вот видно, по чуть-чуть мотыль попадается. Во. Сейчас будет. Будет что-то с кем-то. Сразу слеплю несколько шариков. Смотрите, вот он шарик. И вот мотыльки. Всякая вкуснятина. Запах у лед. Так, забрасываю в точку ловли. Ловить буду прямо напротив себя забрасывать. Место. Отлично. Готово. Насадка червь и опарыш. Ловить можно сразу. Это все сейчас уже там. Сопли на крючке висели. Сопли, друзья, сидели на крючке. Просто вот. И она схватила. Объеденный опарыш. И вот такая вещь. Красный опарыш ролит. Проверено. Вот так вот. Крючок у меня сейчас 0,12. Крючок у меня 12. Думал поменьше поставить. Но из-за возможности влета крупного карася. А здесь карась может и в полкило влететь сейчас. Решил не рисковать. На данный момент крючок касается дна. Иди сюда. Крючок у нас костюрочка небольшая. Это кто? Это плотва. Тут ее все подряд называют таранью. Хотя это самая обычная. Самая сильная есть плотва. Вот это батончик. Вот это батончик. Вот такие здесь плотвички влетают. Вот такие красавицы. Вот это бойцовая кора. Плотвы, блин. Ребятки, смотрите. Ну, при лестнице. Офигеть. Поэтому, наверное, тут таранкой называют. Размерчик хороший. Притопыло и держит. Вот это засол, ребята. Друзья, о спонсоре. Спонсор канала интернет-магазин мебели. Студия мебели-мастерская. Вот такой интернет-магазин. Огромный выбор. Спальни, прихожие, детские, кухни. Всего очень-очень много. Мебель от лучших фабрик России. Большая складская программа. Быстрая поставка. Кухни в среднем на 30-40%. Как, в принципе, и другая мебель. Дешевле, чем на Валберис. Иди сюда. Рыба не дает поговорить. Значит, если заказывать полноценную кухню с доставкой транспортной компании, в среднем выйдет где-то на тысяч на 10 дешевле, чем покупать ее же, точно такую же модель, по шкафчикам на Валберисе. Для краснодарцев и тех, у кого самого у вас вообще отличные условия. При заказе до 50 тысяч рублей предоплата, 1 тысяча рублей остальное при получении товара. Товара очень много. Разная фабричная качественная мебель. А фабричная качественная мебель сейчас по качеству в разы качественнее мебели на заказ. При этом намного дешевле. Так что заходите, смотрите. Ссылку оставлю в описании. Мебель отличная. Густерка. Густерка. Бойцы. Вот и плотва. Батон, батоныч. Попробую подпасы к основным грузилам. Сдвинул. Дольше тонет и мелочевка перехватывает. Крючок, пока он опускается. Альфа. 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 Да, рыба в валом. Музыка 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 Махну по клубочкам Это огонь Музыка 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 Монтаж Поплывочек дешевый китайский Полтора граммовый китайский Честно, я в этот раз его выбрал только из-за длинной антенны Огружен у меня вот так Вот так Огружен Зрение слабенькое Поэтому антенка нужно потолще Подлиннее, чтобы если что Лучше было видно поклевки Здесь можно смело Поплывок использовать От 0,5 до 1 грамма Максимум Сейчас ветра нету Который у меня сейчас Есть дома Поплывки, которые У меня сейчас очень Легкие Они более тонкие антеннки Я боюсь просто Со своим зрением не узрели Это Взял Рыба активная Отлично Мне болит с головой Положил подпасок на дно Может поклевки красивее Кот Заякорил насадку А то я чуть-чуть не слаб Вот 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 Заякорил насадку Офигеть Охренеть Батон Вот Вот Спиненка Добротно Вкусная плотва Волк Стал Сильнее выглядывать Лучше видно Выглядывал Самый кончик Все таки Гружал именно вот так Чтоб Ловить карася Со дна Это Подпасок на дне Иди сюда Красивые поклевки Мистер Шмидты идут Тяжелые Тяжелые бомбардировщики Супер Да Погодка нас порадовала В конце октября Хотя перед этим было и холодно очень Ветра недели сильные были Было тепло но очень сильный ветер Супер Батон 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 Огонь, огонь рыба Просто, ну это монстр Шикарно Ну что, друзья, закончилась рыбалка Если честно, устал С 9 до 3,5 часа работы А не рыбалки В итоге За 3,5 часа На одну поплывочную маховую удочку Ведро отборной платвы Платва шикарная Во! Ей было пофигу Размер крючка Толщина поводка И давай хорошую закормку Подачу В одно место Подкидывая шарики И она крутится, собирается И рыбалка превращается в монотонную работу Одела Кстати, без разницы 1,3,5,10 Параша Пофигу По футиным Клевала совершенно одинаковая Одела параша Заброс Подкидывал шарик 2,3 поймал Подкидывал шарик 2,3 поймал Подкидывал шарик В итоге Монотонная работа Фу Но рыбка шикарная Просто шикарная Никуда за таранкой ехать не надо По вкусу не отличишь Офигеть 20 литров Вот такой платвы На одну поплывочную Маховую удочку До новых встреч, друзья